добрый день дорогие друзья рад вас приветствовать и сегодня я хотел бы вам рассказать о своем новом приобретении орбитальная шлифовальная машинка BORD BES450 фирма производитель BORD такая очень противоречивая кто-то говорит что это голимый Китай кто-то говорит что своих денег все-таки стоит одна из самых дешевых на рынке такой бюджетный бюджетный сегмент по какой причине приобрел машинку именно фирму BORD во-первых у меня первый инструмент данного производителя я хотел с ним так сказать познакомиться поближе часто приобретаю разный инструмент и стоит вообще какого-нибудь внимания или нет именно для шлифовальной машинки объема работы у меня огромного нету ну определенные нужды есть поэтому я ее купил 5 не очень большие объемы поэтому решил попробовать приобрести недорогой аппарат стоит он 2 590 если брать конкурентов они конечно же более качественные понятно более удобные более производительные это макита и борщ там уже ценить начиная от 5 тысяч рублей этот вариант он не обошелся 2 590 значит что у нас по техническим характеристикам напряжение 220 вольт мощность производитель указывает 450 ватт хотя наверное немного завышена хотя в принципе я еще не работал не могу сказать но судя по тому что люди обычно пишут что мощность у них немного завышенная скорость хвостого хода от 7000 до 14000 то есть данный инструмент имеет регулировку оборотов наверно немаловажно для подобного инструмента диаметр рабочей поверхности диаметр круга используемо самый популярный выбрал 125 миллиметров руки в наличии людей есть не особо дорогие вот масса конечно расстраивает данного устройства 225 килограмма за килограмм 250 грамм довольно тяжелый инструмент одной рукой я думаю работать им уже не получится вполне тяжелый так ладно давайте посмотрим что у нас там вообще в комплектации вот такой мешочек пылесборничек обычный самый простенький примитивненький сама машинка инструкция по эксплуатации положили попробую пробный круг 80 и щетки на щетки самые обычные я думаю в любом магазине с электроинструменты такие найти можно будет так что в будущем проблем с обслуживанием особо не возникнет из чего конечно внутри он сделан не знаю то есть насколько качественно выполнены механизмы все но думаю так как объем работы мне не очень большой у меня он прослужит довольно долго по поводу гарантии производитель гарантирует два года без проблемной работы устройства случае неисправности прибор по месту приобретения относится ну конкретно моем случае покупал я на сайте онлайн трейдинг с чеком гарантийником к ним все они забирают и уже потом по факту либо ремонтируют либо не ремонтируют либо деньгами возвращают так далее значит смотрите что по качеству сборки вообще по качеству пластика то есть устройство выглядит вполне добротно ну конечно тут небольшие перепалики где стыку из между собой пластиковые детали по качеству пластмасс в принципе такой пластмасс как пластмасс ручка сверх прорезиненная вот этот типа как тоже ручка тоже сверх прорезиненная дополнительная рукоятка которая у нас огибается под любым углом как нам надо чтобы удобно работать фиксируется так плотненько она уже просто пластика то есть не прорезиненная ничего вот сюда у нас крепится пылесборничек либо пылесос может соединить на чтобы соединить пылесос нужен переходник напрямую не подсоединиться вот такого плана аппарат регулировка оборотов на клавиши включения также фиксатор что постоянно держать соответственно сейчас включим посмотрим посмотрел все техническое руководство в эксплуатации не нашел нигде не указан эксцентриситет данного устройства то есть насколько отклонение от оси превращение происходит ну визуально думаю в каждую сторону миллиметр по три два с половиной три миллиметра то есть такое среднее значение для орбитальных машинок то есть устройство по идее средней производительности будет напомню у нас шлифование происходит не за счет вращения вокруг оси как вот той же самой например болгарки а за счет вращения по эксцентрику то есть за счет вот этого вращения как бы как вы если вот просто вот рукой наждачка вот трете но только соответственно очень быстро если у нас болгарка допустим крутится соответственно вокруг своей оси движение происходит то на этой машинке за счет вот такого вот движения по орбите определенной ну и дополнительно конечно вращение вокруг оси происходит и за счет этого не оставляет глубоких полосок то есть рисок в одном направлении не набивает то есть они как вот мелкими барашками затираются затираются стираются на небольших оборотах конечно машинка работает тихо но на более высоких ну давайте шумно работает машинка на высоких оборотах насчет вибрации пока не могу сказать не пробовал еще и в действии не знаю ну вот внешне хочу сказать что вполне удобно да по поводу кабеля кабель где-то меньше двух метров может метр восемьдесят то есть если какой-то объем работы что-то такое объемное удаление от источников электропитания конечно нужно будет удлинитель кабель коротковат непосредственно если просто на рабочем столе что-то там чистите туда его достаточно для более таких больших объемных работ его совершенно будет недостаточно коротковат по поводу пластика самого кабеля в комнате тепло но такой он все равно довольно тяжеленький я думаю если где-то будете работать на морозе там будет колеть при возможности конечно его наверное лучше заменить приобретен данный аппарат был я уже говорил из-за своей цены то есть он очень дешевый в два раза дешевле более своих именитых конкурентов типа макиты bosha да конечно не спорь они более удобные ими возможно работать одной рукой более надежные более качественные это все-таки такой супер эконом вариант но так как я только начинаю знакомство свое подобными аппаратами с эксцентриками шлифовальными машинками и еще не знаю точно что мне нужно от них я думаю для первой машинки вполне подойдет все равно в принципе если будет у меня объем работы для них большой одной машинки мало потому что если вы также постоянно работаете и сначала одной зернице проходите более крупной потом более мелкой и более мелкой постоянно круги перелистывать не очень удобно то есть две-три машинки у кого большой объем шлифовальных работ люди имеют если во время эксплуатации у меня возникнут какие-то серьезные вопросы данному прибору то есть что-то выйдет из строя я обязательно проект с ним увидел и выложу на данный момент внешне повторюсь прибор выглядит очень достоин то есть своих денег я думаю однозначно стоит сделано все довольно добротно как внутри конечно я не знаю я не разбирал не смотрел возможно там пластиковые подшипники и так далее не знаю не могу сказать но внешне сделано все вполне добротно сейчас попробую пойду пищу в кладовку эту деревяшечку и на балконе попробуем так вот немножечко как он вообще шлифую и полирует нашел такую деревяшку брусок старой кладовки сейчас попробую немного шлифануть посмотрим что из этого получится возьмем круг 36 ставим круг отступает плотненько поставим полисборничек нет дома ни одной струксынки что даже приезжать аккуратненько примприветствую по комнатам и склон а а и а а а а а а а так ну что хочу сказать в основном во первых отличие от болгарки конечно вся пыль в основном летит в мешок то есть если бы пылесос был вообще замечательно ну и так вполне неплохо то есть вокруг пыль не разлетается особо ну конечно есть но мне кажется 90 процентов пыль точно попадает в мешок пылесборник и по поводу шлифовки вот я взял 36 то есть можно обратить то есть каким перепадом деревяшки вот эти три вот я взял вот место где я шлифовал то есть вот так вот в уровень довольно таки все это выводится не даже несмотря на такую крупную зернистость все так довольно таки неплохо сейчас так ради интереса еще восьмидесяточкой чуть-чуть держится круг очень хорошо конечно пока новый наверное сейчас чуть восьмидесяточка пройдем еще да вообще отличный вразер не знаю мне пока нравится вибрации в принципе есть но такие вполне терпим есть конечно полдня и работать наверно руки устану прилично видел продают специальные перчатки с силиконными накладочками чтобы вибрации меньше на руки передавались с ними будет полегче но в принципе так вполне вполне для тех задач под которые я купил я думаю я будет ее более чем достаточно там объем небольшие будет нормально так ну в принципе все что хотел вам рассказать про вот свое новое приобретение смотрите спасибо вам за ваше внимание до новых встреч пока